Аль-Хамду лилляхи Роббя ла лямин, Васс-салату васс-саламу аля набина Мухаммадин у аля Алихи вассахбеhi вассалäм амма баа Барак лауфикум, продолжаем разбор изучения Единобожия, в вопросах и ответах. Последние уроки Барак лауфикум были посвящены темы Барака, то есть благодать, и Табаррука, извлечение этой благодати из чего-то. И мы говорили о том, что есть узаконенный табаррук и есть то, что противоречит шариату. И говорили о том, что у законного табаррука есть определенные нормы. Сегодня, Барак Лауфикум, после того, как мы разобрали эту тему и перед тем, как перейти к следующей теме, хотелось бы, Барак Лауфикум, немножко побольше поговорить о узаконенном табарруке. Почему, братья? Обратите внимание, те уроки, которые мы сейчас разбираем, начинались с того, что такое единобожие, о важности быть единобожником, о важности призывать к единобожию, о важности делать свое единобожие полным, о важности беречь свое единобожие. И потом начались конкретные главы, как, допустим, на прошлом уроке мы говорили, или же на прошлые наши темы были связаны с амулетами и так далее, и тому подобное. И после того, как мы об этом говорили, говорили об очень важном вопросе, это о важности связи Всевышнего Аллаха, о важности связи наших сердец с Всевышним Аллахом, субханнаху ватааля. И это и есть суть таухида. То есть суть таухида, братья, это не просто запрещать людям не вешать амулеты. Говоря, Барак, Луфикум, как говорят ученые, когда ты говоришь о чем-то, что запрещено в шариате, обязательно должен говорить о том, что приказано в шариате. То есть почему запрещено, Барак, Луфикум, связывать свои сердца с амулетами, ниточками и так далее, и тому подобное? Потому что наши сердца должны быть связаны только с Господом миров, Создателем, с тем, кто управляет всем этим миром, тот, кому принадлежит власть над всем тем, что находится в небесах и на земле. И вот точно так же, Барак, Луфикум, тема Табарука. Поговорив, Барак, Луфикум, о запретном Табаруке, хочется теперь обсудить, а какой он узаконенный Табарук. Потому что это и есть суть единобожия. Это и есть та цель, из-за которой нас создал Господь, Сухану Аталию. Ведь Всевышний Аллах, Сухану Аталию, сказал, Я создал джиннов и людей только для того, чтобы они мне поклонялись. Всевышний Господь, Сухану Аталию, братья мои, дорогие сёстры, не создал нас для того, чтобы мы чего-то не делали. Всевышний Аллах, Сухану Аталию, создал нас для того, чтобы мы что-то делали. И поэтому это и есть суть единобожия. А это что? Если исходить из прошлых глав, связывать все свои сердца только с Всевышним Аллахом, Сухану Аталию. Это суть единобожия. И поэтому запрещено связывать его с чем-то помимо Аллаха. Это то, что противоречит единобожию. Говоря на прошлых уроках о теме Табаруке, что суть единобожия, Барак Луфикум, или его плоды, это искать баракад в том, во что Всевышний Аллах, Сухану Аталию, заложил баракад. И извлекать оттуда стараться баракад. Это и есть та цель, из-за которой нас создал Всевышний Аллах, Сухану Аталию. А то, что противоречит этому, этому нужно сторониться, потому что это противоречит нашей цели. То есть почему я обращаю внимание, Барак Луфикум, на эти вещи? Потому что многие люди, говоря единобожие в наше время, говорят именно о запретах. То, что является запретным, и не говорят о том, что является обязательным, о том, что приказано людям делать, а приказано людям, Барак Луфикум, поклоняться одному Всевышнему Аллаху, Сухану Аталию, иметь определенные убеждения, говорить определенные слова, делать определенные дела. И это основа. А ответвление от этого сторониться. Все, что противоречит правильным убеждениям, сторониться тем словам, которые противоречат правильным словам, сторониться тех деяний, которые противоречат правильным деяниям. И вот мы на прошлом уроке Барак Луфикум говорили о нормах узаконенного Табарука. И говорили, что у нас три нормы. Первая, та вещь, из которой мы хотим извлечь Баракат, извлечь благодать, должен быть довод из Кур'ана и Сунны, что в этой вещи есть Барака, что в этой вещи есть благодать. Вторая норма, если мы хотим извлечь та вещь на наличие Бараката, в которую указывает шариат, мы должны это сделать строго в соответствии с тем методом, на который есть указания в Куране и в Сунне Пророка. Третий момент, мы при этом должны иметь убеждение, что Барака в эту вещь заложил Всевышний Аллах, а не кто-то другой, потому что Аллах создатель небес и земли, Аллах управляющий тем, что все всем тем, является управляющим всем тем, что находится на небесах и на земле. Кто-то задастся вопросом, а зачем искать Барака? Зачем? Вот мне это зачем? Зачем мне нужно искать Барака? Кто-то может Барак Луфикум сказать. Мы ему ответим, Барак Луфикум, как говорят об этом ученые, исходя из вышесказанного, но мы должны внимательно изучать Куран и Сунну и обращать внимание на все то, в чем есть Барака. Зачем? Зачем? Зачем нам надо искать все? Изучать те тексты, те аяты, те хадисы, в которых есть указания на наличие Барака? Или же искать Барак Луфикум на те действия, доводы на те действия, которые являются причиной Барака? Во-первых, Барак Луфикум мы должны знать, что, например, наша жизнь. Если не будет в том, в чем нас окружает Барака, то в этом добра не будет. Допустим, нет добра в имуществе, в котором нету Барака. Нет добра в той жене, в которой нету Барака. Нет добра в том муже, в котором нету Барака. Нет добра, Барак Луфикум, в тех детях, в которых нету Барака. Нет добра в тех знаниях, в которых нету барака. Нет добра в том здоровье, в котором нету барака. Нету добра в свободном времени, в котором нету барака. И можно так перечислять, 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 перечислять. Почему нету добра в этом? Потому что эти вещи, а то, что я вам сейчас перечислил, это то, к чему стремится все человечество, независимо от их вероисповедания. Почему в этих вещах нужна барака? Потому что эти вещи, если нету в них барака, они не то что радость тебе не приносят, они могут стать для тебя мучением и наказанием, как сказал Всевышний Аллах в Коране. Пусть тебя не обольщает их имущество, то есть многобочников неверующих и их дети. Всевышний Аллах хочет наказать этими вещами этих неверующих на этом свете. И когда будут их души выходить, они будут неверующими. Поэтому баракулуфикум в этом аяте указали на то, что эти вещи, к которым стремится все человечество, на самом деле может стать мучением. Как оно и происходит. Сколько людей желает, говорит, о Аллах, облегчи мне, пошли мне жену, женится, а эта жена становится для него мучением. Сколько женщин говорит, о Аллах, пошли мне мужа, выходит замуж, и этот муж для нее становится мучением. Сколько людей хотят имущества, и из-за этого имущества потом страдают, либо становятся инвалидами. Кто-то из-за стремления имущества Валия Зубеля даже умирает. Сколько людей хотят детей, а потом ребенок рождается, и мучения для него разве не так? А причина всему что? Отсутствие барака в этих мирских вещах. Поэтому этой одной причины достаточно для того, чтобы мы мусульмане всегда старались и стремились искать барака в вещах. И искать, делать те причины, из-за которых барака появляется в тех или иных вещах, в частности в тех, что мы упомянули. Вторая причина барака лууфикум, или одна из причин, почему мы должны искать бараку, потому что пророки барака лууфикум, посланники пророки, самые знающие люди об Аллахе Субханалталя, самые знающие об Аллахе Субханалталя, всегда просили у Аллаха Субханалталя барака. И нам в наших пророках пример, ведь они просили только то, в чем есть польза. Пророк, салаллаху алейхи вассалям, даже когда просил что-то мирское для своих сподвижников, просил, что Всевышний Аллах дал им в этом барака. Как, допустим, пришло в хадисе Абу Гарар, пророк, салаллаху алейхи вассалям, рассказывал, что когда люди собирали какие-то плоды, то есть первые плоды появлялись, они брали, то есть эти плоды, финики, и несли к пророку, салаллаху алейхи вассалям. И посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, говорил, «Аллахума барик ляна фи Тамрина, ва барик ляна фи Мадинатина». «О Аллах, дай нам барракат в наших финиках». «О Аллах, дай нам барракат в нашей Медине». «Аллахума барик ляна фи Суаина, ва барик ляна фи Муддина». «О Аллах, дай нам барракат в наших мирах веса». «Аллахума инна Ибрагима Абдука вахалилюху». «О Аллах, поистине Ибрагим был твоим рабом и твоим любимцем». «Ванабийук и был твоим пророком». И я являюсь твоим рабом и твоим пророком. И Ибрагим попросил бараката для Мекки. А я прошу бараката для Медины. И еще в два раза больше. Потом пророк, салаллаху и саламу, потом пророк, салаллаху и саламу, звал самого младшего, и подавал ему этот плод. В наше время это является забытый сунный баракалуфикум, о том, что первые плоды даются самому младшему. Также пришло в достоверной сунне, то, что однажды пророк, салаллаху, алейхи вассалям, Анас ибнумалик рассказывал о том, что однажды мать Анас ибнумалик сказала пророку, салаллаху, я расуллах, хадимука, о посланник Аллаху, это твой слуга. То есть слуга кого? Служил кому? Сунни пророка, салаллаху, так сделай же за него два. Пророк Усалалbuilt сказал, дай ему большое количество потомства и дай ему большое количество имущества. И все, не сказал, и дай ему баракал в этом, и дай ему баракал в этом. и дай ему баракал в том, в чем ты дал. Анас ибнумалик варакалуфикум рассказывал, при жизни, при жизни, что я насчитывал, spring для детей, мои детей больше ста человек. А его дочка рассказывала, что в конце жизни она своими руками уже 120 человек из своего потомства похоронила, то есть пережила. Видите, это Барака, Барака Лауфикум. И тут очень важная тоже польза. Она сказала у послания к Аллаху, Хаадимух, твой слуга, сделай за него то. Вот такое воздаяние у Всевышнего Аллаха Суманта, тому, кто служит сунни пророка, салаллаху алисалям. То есть одна из причин Барака, это что служение сунни пророка, салаллаху алисалям. Барака побуждал нас просить у Аллаха Барака. Когда пророк, салаллаху алисаляму, учил нас дуа, которую мы делаем в Витре, прикунуть и говорил, Аллаху махди нефима, афи нафиман гадайт, уаафи нафимана афайт, уа тавалля нафима тавалляйт, уа барик ля нафима атайт. У Аллаха, веди нас вместе с теми, кого ты ведешь по прямому пути. И прости нам вместе с теми, кого ты прощаешь. И будь другом для нас вместе с теми, кого ты берешь себе в друзья или в угодники приближенные. И дай нам баракат в том, чем ты нас наделил. Барак лауфикум также мало того, что пророк салалсам учил нас на словах просить барака. Пророк салалсам на делах нас учил стремиться к баракату. И говорил, допустим, побуждал, рано нам вставать, говорил, Аллах, дай баракат моей общине в ее раннем вставании. Поэтому, когда в наше время многие люди говорят, брат, что у меня барака нет, значит, ты спишь после фаджа. Хочешь, чтобы Аллах тебе надел барака? Не спи после фаджа. Также пророк салаллаху алейхи ассаляма, допустим, побуждал барака, говорил, берите себе барашек, то есть выращивайте барашек, заводите себе барашек, фаиннафия барака, поистине в них есть барака. И еще мы, в шалаталю, упомянем некоторые моменты указания, то есть где в шариате указано наличие барака в той или иной вещи. Конечно, из того, что мы сейчас причислили, то есть мы сейчас сказали, почему мы должны брать барак. Второй вопрос возникает. Хорошо, я понял теперь о важности искать барака, о важности извлекать барака в том, во что Всевышний Аллах заложил барака, что является самым великим. То есть на сегодняшний день я в 21 веке мусульмане хочу извлечь барака. Самая великая барака в чем? Братья, самая великая барака – это барака Курана и Сунны, пророка салаллаху алейхи ассаляма. Всевышний Аллаху алейхи говорит, китабу нанзальнау иляйка мувар. Книга, которую мы тебе не спослали, благодатна. Мы с вами не раз говорили, что ученые говорят, барак луфикум, о том, что если Куран упомянут один, в него автоматом заходит Сунна. Почему? Потому что Сунна является толкующим Куран, как сказал Всевышний Аллаху алейхи, мы не спослали тебе поминание, чтобы ты разъяснил людям то, что им было не спослано. И тут маленькая польза барак луфикум. Если Всевышний Аллаху алейхи сказал пророку, сказал про Куран, Мы облегчили Куран для поминания? Если кто-нибудь, кто задумается над этим, братья, если Куран облегчил, то получается то, что не спослано, как толкование Курана, тем более легко, тем более легко и доступно барак луфикум. Однако, как мало людей уделяет этому времени. И поэтому самый великий табарук в наше время, это табарук бель Куран и Сунна, то есть извлекать баракат из Курана и Сунны. Баракат в Куране, барак луфикум, самое важное то, что это книга единобожия. Тот, кто внимательно читает Куран, барак луфикум, видит, что Куран из себя представляет что? Либо приказывает единобожие, либо запрещает то, что ему противоречит. Либо приказывает то, что делает единобожие полным, либо запрещает то, что уменьшает единобожие. Либо рассказывает истории о тех, кто был единобожником и призывал к единобожию, и что с ними произошло на этом свете, и что их ждет на том свете. Либо рассказывает о многобожниках, о тех, кто воевал с единобожниками, о тех, кто призывал многобожих, и что с ними было на этом свете, и что их ждет на том свете. Поэтому самый большой барракат Курана это то, что это книга единобожья. А мы знаем, только единобожники войдут в рай и останутся там навечно. И многобожники все войдут в ад и останутся там навечно. Вторая баррака Курана, баррак Луфикум, то, что за каждую букву как минимум чтения Курана тебе записывается 10 благих дел, как это передается в хадисе Абдулая Масауда. Так же баррак Луфикум, тот, кто знает Куран из баррака Курана, что тот человек, который обладает знанием Курана, то есть знает его наизусть, или же баррак Луфикум знает его смысл, Аллах возвышает этого человека на этом свете, не говоря уже о том свете. Допустим, если мы хотим совершить молитву, мы должны ставить перед собой того, кто больше всех знает из Курана. Что касается того света, то пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал, что чтецу Курану скажут, читай, и твоя степень будет подниматься с каждым прочитанным аятом. То есть все, что он читал на этом свете, некоторые ученые говорят, что здесь речь идет именно о заученном. Некоторые говорят, даже просто чтение туда заходит, будет подниматься до той степени, пока он не повторит то, что он прочитывал на этом свете. Так же Аллах, суппан-талли, говорит, Куран, ярфайляу лябина, аманумикума лябина, ауту лябина, дорожат. Аллах возвышает верующих из вас и тех, которым даны знания, знания о чем? О медицине, о биологии. Нет, знания Курана и сунны, проксусом, дорожат степенями. Пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал, Нет, даже Всевышний Аллах, суппан-талли, сказал, то есть о том, приказывает нам уважать и возвеличивать знатоков Курана и тех, кто к нему призывает, как И тот, кто возвеличивает обрядовые знаки Аллаха, то это указывает на его богобоязненность. А из обрядовых знаков Аллаха, субхан-талли, ученые говорят, это кто? Знатоки Курана и сунны пророка, салаллаху алейхи вассалям, Всевышний Аллах, субхан-талли, как сказал об этом пророк, субхан-талли, поистине Всевышний Аллах, его ангелы, обитатели небес, обитатели земли, даже мурашек в своей норке и даже в рыба в воде просят милости, просят милости, что касается Всевышнего Аллаха, то он хвалит, что касается всех остальных, то просят милости у Всевышнего Аллаха, субхан-талли, за тех, кто обучает людей добру. А кто может обучать людей добру? Только тот, кто знает об этом добре, а добро у нас в Куране и сунне пророку, салаллаху ассалям. И как говорил Шейх Сулейман Рухайли, рассказывая о том, что один ученый ему сказал, не будь хуже скотины. Он сказал, как понять твои слова, не будь хуже скотины? Он сказал, что ангелы, все, кто на небесах, все, кто на земле, даже, сказал, муравья, даже рыба в воде, то есть животные просят за ученых-дуа. Не будь тем, кто ругает ученых. Не будь тем, кто ругает ученых. Также, Барак-Лауфикум, Всевышний Аллах объявляет войну тому, кто воюет со знатоками Курана и сунной, и с теми, кто призывает к ней. Пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал в хадисе Кудси, то, что Всевышний Аллах, субхан-талли, сказал, Тот, кто причиняет страдания моему угоднику, а кто, Барак-Лауфикум, угодники Аллаха, как говорят ученые, если это не знатоки Курана и сунны, и призывающие к ним, тому я объявляю войну. Поэтому удивляюсь, что в наше время, как люди набираются смелости называть ученых, которые призывают Курану и сунны в соответствии с пониманием праведных предшественников, день и ночь призывают наухиду, день и ночь призывают сунны, называя их кафирами и так далее, подобно, на салата, и самое главное, самое главное, они пускают один момент, то, что они-то и не вредят. То есть от того, что ты назвал ученого, призывающего кафирам, разве ты ему чем-то навредил? Валлахи ничем не навредил. Валлахи ничем не навредил. Или как некоторые братья, не так говорят, брат, братья тебе перестали слушать. Вот, 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 а как теперь жить? Ну, я вас вообще знать не знаю. Вас вообще знать не знаю. И даже если бы я не знал, что хоть один человек меня на земле слушает, меня бы это не касалось, потому что Аллах мне не сказал, смотри, какое количество у тебя подписчиков на твоих каналах. Аллах сказал, мы алейка либаляк, но тебе только донесения. Поэтому моя задача это доносить. А кому Всевышний Аллах откроет сердце, слушать то, что я доношу, это уже не мое дело. Я же единобожник, я верю, что это в руках Всевышний Аллах. Имна каля таадима нахбаб, сказал Всевышний Аллах, ты не ведешь по прямому пути, кого любишь. Таким Аллаху, яадима, яша. Так же, Барак Аллауфикума, эти люди, которые причиняют страдания, обзывают ученых и так далее, забывают о том, что Всевышний Аллах отвечает на дуа кафира. Если ты поступишь несправедливо с кафиром, неверующим, мушником, многобожником, и он обратится к Всевышнему Аллаху, Аллах ему на дуа отвечает. А что ты думаешь, если Всевышний Аллах, Всевышнему Аллаху обратится против тебя? Тот, кто день и ночь призывает, кто ухиду и сунни, тот, кто день и ночь призывает единобожие, тот, кто день и ночь призывает людей к сунне пророка, салаллаху алисалям, ты думаешь, Аллах на его дуа не ответит? Поэтому из Барака Курана, то, что Всевышний Аллах возвеличивает знатока Курана, из сунны пророка, салаллаху алисалям. Тому, кто знает, Куран больше всех дается, даже приоритет в могиле братья. Пророк, салаллаху алисалям, когда закапывал участника битвы при Бадре, в одну могилу несколько человек ложились, спрашивал, кто больше из них знал Куран. Его первый вложил Барака Лауфик. Всевышний Аллах поднимает степень чтеца Курана за каждый яд, который он читал, как мы сегодня говорили. В чтении Курана, братья, даже польза мирских вопросов, как лечение от душевных и физических болезней. Всевышний Аллах говорит, вон у нас зелёминаль Куране, ма-ва-шифау ва-рахмату-лиль-му-менин. И мы не спасла ему Куран, из Курана, то, в чем есть лечение и милость для верующих. Поэтому самый великий табарук в наше время, это табарук Кураном и Сунна. И получит этот табарук, как мы сказали, законный, вторая норма, законный метод изучения Барака, только тот, кто изучает её день и ночь. Только тот, кто изучает день и ночь Барака Лауфик. Второй это барок, упоминание Всевышнего Аллаха, Субхан Аллах. То есть помимо Корана, просто упоминание Всевышнего Аллаха. Братья, барок, отпоминание Всевышнего Аллаха, Субхан Аллах, бывает как мирское, так и религиозное. Мирская барок, братья, спокойствие души, избавление от любых видов депрессии и беспокойства. Всевышний Аллах сказал, аля бифи криляет от моих ноль кулев. По причине упоминания Аллаха успокаивается сердце. Поэтому, когда ты чувствуешь, как говорят, у меня депрессия и так далее, надо к психологу идёшь, к нему мешок денег относишься, зачем? Начни поминать Всевышнего Аллаха Субхану Аталью. Братья, из барраката поминание Всевышнего Аллаха физическая сила, которая не может объяснить медицина. Однажды пророк, салаллаху, алейсалям, пришёл к своей дочери Фатиме, и она показала ему руки с мозолями от того жирного, которым она из пшеницы делала муку, и попросила у него, чтобы он дал ей какую-нибудь служанку. На что пророк, салаллаху, сказал, не указать мне, но на то, что лучше этого. И научил их перед сном говорить Субхану Аталью 33 раза, Альхамду Ля 33 раза, Аллаху Акбар 34 раза. Братья, поминание Всевышнего Аллаха даже может избавить человека от нужды в принятии пищи. Медики как это объясняют? Да никак они этого объяснить не могут. Где довод? Пророк, салаллаху, алейхи, салям, сказал о том, что когда придёт даджал в одно селение и скажет, лишит это селение, это испытание будет, еды, сахару и сразили, а что они будут кушать, сказал, поминать Всевышнего Аллаха. Поминанием Аллаха, салаллаху, Аллах избавит их от чувства голода. Братья, пророк, салаллаху, алейхи, салям, братья, был наделён силой 30 мужчин, потому что он больше всех поминал Всевышнего Аллаха, салаллаху, братья, лень и усталость в наше время, когда говорят, у меня лень, у меня усталость, начинает ковыряться в интернете. Какая причина там лень и усталости, там какие-то микробы, организм. Первая вещь – это маленькое поминание Всевышнего Аллаха, салаллаху, Аллах, салаллаху, алейхи, салям, сказал про мунафиков. Поэтому мунафик ленится ходить в мечеть на фаджр и на ища. Ленится поминать Всевышнего Аллаха, он ленив, мунафик сам по себе ленив. Братья, пророк, салаллаху, алейхи, салям, сказал про верующего, каранца между верующим и неверующим, в чём? Поминание Аллаха. Сказал, что неверующий кушает в семь животов. То есть семь раз больше, чем кушает верующий. И можно перечислять, и перечислять, и перечислять. Поэтому из барака поминание Всевышнего Аллаха – это физическая сила. Это физическая сила. Братья, из барака поминание Всевышнего Аллаха – это изобилие дождя. Изобилие имущества. Изобилие потомства. изобилие плодорода в плодах пшеницы все что сажают люди бараку ваффеку всевышний аллах говорит по культу стах фиру роббаку но халей салям обратился к своим народу сказал попросите у аллаха прощение то есть и стих фар один из самых великих видов поминания всевышнего ласпа наталь и наукана гафара поистине он является прощающим юрсили сама алейкум драра пошлет на вас обильные дожди у юнгид кумбидовый оболь наделит вас имуществом в обоим детьми о я джаля ком джанна и наделит вас плодородными садами вайджаля кумангары и пустят для вас реки в этом бараку луфикум есть бараку барака поминание всевышнего аллаха помимо чтения куран это руки поминанием имен всевышнего аллаха спа наталья то есть сунной православном лечение от болезней что касается религиозной бараку бараку луфику упоминание всевышнего аллаха то множен тоже бесконечно перечислять упомянем только некоторые то прощение грехов и увлечения наград пророк сал аллаху алисалям скал тут то скажет для или агнала вахда гуля шари каля лягу мульку аля ульхан вагу аля кулишин кадир в день сто раз кто эти слова скажет ему будет записано как освобождение десять рабов ему запишется 100 благих дел ему проститься 100 пригрешений ему аллах его будет защищать от шайтана до самого вечера то есть если он сказал это утром и никто лучше него дело не совершит если кто-то не сделать то же самое что сделал он также правок салсом скал тот то после каждой молитвы говорит 33 раза суп она ла аль хамду ля аллаху акбар ему будут прощены его грехи даже если они будут как морская пена видите барак опоминания всего шала спада братья если люди поминают всевышнего аллаха постоянно на них снисходит с небес ангелы милости вышнего аллаха и спокойствие пророк салаллаху алейхи вассалям сказал если какие-то люди сидят и вспоминают о всевышнем аллаху на них снисходят ангел их покрывает милость к ним нисходит спокойствие и всевышний аллах говорит о них там то есть высшем обществе говорит перед теми кто находится рядом с ним братья поминания аллаха субханалатали сестры оберегает из баррака поминания все очень алко что ласканта берегает от шайтанов и от вреда шайтанов как в мирских так и религиозных вопросов пророк салаллаху алейхи и саллим сказал если какой-то человек заходит домой вспоминает о всевышнего аллаха и во время принятия пищи шайтаны говорят нету вам здесь ночлега и нету вам здесь ужина а если же он заходит домой не вспоминает имя всевышнего аллаху мантали шайтаны говорят успеем все застали мы место где переночевать и а если он ел и не поминался очень аллаха вы говорит нашли место и где переночевать и нашли себе место поужинать только людей баррак луфиг он спят и говорит сегодня бессонница не мог нормально спать всю ночь его ужасы сон плохой был тогда и тому подобное рядом то шайтан лежал ты человека рядом с собой положи какой-нибудь на узкую одноместную кровать такого как ты а представь там толпа конечно тебе тесно будет пара клофе или же то есть тесно говорю если бы они даже физические тела бы ты чувствовал что говорить эти там наущает какие они только гадости тебе не говорят и так далее там подобное точно также уже сколько людей бывает поел вроде бы еды много не наелся почему так ты привел с собой толпу с улицы шайтана потому что когда зашел домой не вспомнил имя всевышнего аллаха субханна ваталья также пророк салаллаху не соленского ближности мужа с женой если один из вас сказал когда у него происходит ближе женой говорит бисмилля аллахома джанибна шайтанова джанибе шайтана маразактана бисмилля сказал с имени малаху аллаха береги от нас шайтан то есть отдали от нас шайтан и отдали шайтан от того чем ты нас наделил есть и говорит им предопределен ребенок то шайтан ему не навредит как много в наше время балаков векум рождаются детей которые так далеки религии вроде бы мать отец нормальные религиозная ради ребенок вообще не хочет быть мусульманом надо вспомнить о причине когда этот ребенок появился вы вспомнили об имени всевышнего ласпанта или же нет даже пророк салаллаху алейхи вассалям сказал разница даже пророк салаллаху алейхи вассалям сказал занавес между глазами джиннов и срамными местами человека бисмилля то есть поминание всевышнего аллаха поэтому как много в наше время барак луфекум сестер допустим которые шамбурля скромные никогда бы не показали свои сравнение места чужим мужчинам то есть одному или двоим чужим мужчинам а как много сестер которые показывают свои сравнение места толпам джиннов мужского рода потому что не говорят бисмилля когда раздевается и также это касается мужчин братья третий вид табар рука очень важно это табару знаниями и обладателями знаний в чем больше в человеке братья чем больше в человеке знания и чем больше он занят призывом к единобожию суне тем больше в нем пор ахота а табарук этим человеком извлекается каким образом целования обтирания мне братья то по рук этим человеком баркал в фигом извлекается постоянным пребыванием рядом с ними как говорят ученые баркала у фигом ученый как пальмы ученый как пальмы когда тогда с него финик упадет каркала к фигом то есть он тебе как минимум пальма даже если не упадет а от солнца будешь вот точно также значили табару к этих людей что находясь с ними варк луфиком ты учишься суньи праву совсем на практике они тебе что-то полезность как они тебе посоветуют даже в мирских вещах они тебе что-то подскажут барака луфиком и это станет причиной многочисленного добра как для тебя на этом так и на том свете 4 барак луфиком табару к разными шарянским положениями которые упомянуты в куране и суньи что в этих местах есть барака или в этих вещах есть барака или то что тот кто сделает то-то то-то ему будет дана барака как допустим пророк салаллаху алейхи вассалим сказал собирайтесь во время еды и вспоминайте имя всевышнего лака вам будет дан барака наше время очень мало кто люди практикует это либо кушать не вместе либо кушать вместе но каждый из своей посуды барак луфик раньше когда даже даже не говоря о мусульманах братья на руси допустим например пол всегда мы знаем что ставили котелок посередине то есть они будучи христианами знали стали котелок а потом даже если тарелки стали суп раскладывали из этого котелка в наше время люди манты извините меня себя наклад по три штуки в тарелку и каждому кладут где будет барка не будет барка поэтому все голодные остаются поэтому все голодность поэтому по и чтим аля там то есть сбор вокруг еды подразумевает собой две вещи первое собираться вместе кушать они так я поел чуть позже мама чуть позже папа чуть позже брать чуть позже стране это первое второе的是 или обязательно и да должна быть в центре обязательно до должны быть центре а потом себе уже каждая из этой еды накладывает барак луфик он также пророк салаляху аллехи его солим приказал допустим во время принятия пищи сторониться центр ер да и брать именно с краю и сказал барак луфикам чтобы aracos нисходит центр еды как это физически химики могут оказать по лаги не могут потому что этого никто не видит но это факт это есть потому что проксал сам по пристрастию своим не говорит все что он говорит это откровение от всевышнего господа спанал тали поэтому проксусом запретил кушать из центра и сказал кушать еды сказал поистине человек также пророк сал сам сказал если мы поедим покушать обрезать свои пальцы потому что поистине человек не знает где именно осталось барка варку фикум и таких положений огромное множество и о них может знать только тот кто изучает куран из сунна пророка салалаху алейки вассалям братья табар рук один пятый вид табарука разными узаконенными шариатами местами как допустим мечеть харам мы говорили с вами уже на простых урока что барака этих мест мест или же мечеть пророка салсама это увеличение награды за молитву в этих местах 6 барак луфикум табарук разными узаконенными шариатами временами как месяц рамадан как ночь предопределение как 10 первых дней зульхиджи барак луфикум как пятничный день как третья часть ночи как раннее вставание по утрам и так далее подобные все эти вещи в них есть барака и мы должны стремиться к ней и мы должны до того к стремится к ней изучать все те места в которых есть барака все это для чего братья для того чтобы то что нас окружает приносило нам радость и счастье как на этом так и на том свете